Патрик Кинг. Как обрести уверенность в себе. Это книга квинтэссенция реальных и действенных советов для применения в повседневной жизни. Здесь не будет шаблонных, сомнительных и бесполезных рекомендаций, которые можно прочесть сегодня в любом интернет-блоге. Автор возьмет вас за руку и увлечет в самые глубины. К истокам уверенности в себе. Самовосприятие и психологии уверенности. Поймите себя и прорветесь сквозь ментальные барьеры. Самое лучшее из области психологии, биологии и когнитивно-поведенческой терапии. Вам предлагается прикладной инструментарий для обретения и каждодневного проявления уверенности в себе. Пусть вам, наконец, станет комфортно самим собой. Будьте собственным источником уверенности. Глава первая. Уверенность в себе и эффект бабочки. В моей жизни был период, когда я чувствовал себя очень неуютно. В ресторанах и кафе даже в Макдональдсе. И причина крылась вовсе не в том, что я испытывал внутреннюю дрожь при мысли о жутком количестве насыщенных жиров, которые я собирался там запихнуть в свой организм. Просто для того, чтобы сделать заказ, мне нужно было с кем-то заговорить. Скажете, я псих? Но если вы сейчас читаете эту книгу, готов поручиться, что ситуация вам знакома? Помню один яркий случай в Applebase. Примечание. Американская сеть гриль-баров. Примечание-переводчика. Конец примечания. Официантка подошла ко моему столику, чтобы принять заказ. А так как я еще не сделал выбор, то решил спросить, что она мне порекомендует. Но я прямо-таки физически ощущал, как ее глаза прожигают дыру в моем меню. Как все сидящие за столом пялятся на меня и мечтают, чтобы я скрылся с глаз долой. А повара наверняка собираются плюнуть в мою еду. Я вспотел, уши стали такими горячими, что я думал, у меня сейчас расплавится голова. Я совершил жуткую ошибку. И теперь заслуживал того, чтобы компания меня выгнала вон. Я заспешил и ткнул пальцем в первое же попавшееся блюдо. Когда еду принесли, я расправился с ней за пару секунд. Оставил деньги на столе и, не слушая протестов друзей, пробормотал, что мне нужно домой. Дома я изнемогал, казалось, целую вечность. Но как же. Ведь это самая ужасающая и нелепая катастрофа, которая только могла случиться с человеком. Разумеется, все остальные видели только, как их приятель спросил у официантки, чтобы она посоветовала, а сама официантка, что клиент затрудняется сделать выбор. Вот и все. Наверное, и вы подумали так же, мол, автор каким-то невероятным образом сделал абсолютно неадекватные выводы. Но в тот момент я совершенно не считал, что мои поступки были иррациональны. Я чувствовал, что совершенная моя плошность так велика, что меня стоит изгнать из цивилизованного общества. Но я серьезно. Такова роль неуверенности в нашей жизни. Я говорю это вам как человек, который был на вашем месте и знает, каково это, так себя чувствовать. Я знаю, какой это убийственный страх, как он мешает жить полной жизнью и следовать своим желаниям. Мало-помалу с годами я поборол свои страхи и больше не боюсь заказывать еду в ресторанах. Теперь мне комфортно выступать на публике и встречаться с новыми людьми. Да, я проделал долгий путь с того дня в Apple Base. Уверенность в себе, возможно, и не панацея от всех бед. Однако ее антипод может так глубоко корениться в нашей душе, что порождает тревоги, о которых мы и не подозреваем. Есть такое поэтическое описание уникального явления, которое встречается не только в природе. Если бабочка взмахнет крылышками в Бразилии, в Японии начнется ураган. Что это означает? Не важно, сколь незначительное действие, но оно всегда имеет последствия. Подчас непредсказуемые. Мы можем этого не замечать. Это почти неощутимо, но не меняет сути. Любое действие вызывает ответную реакцию. Бабочка может только один раз поколебать воздух, но волна будет распространяться, и это крошечное дуновение воздуха станет нарастать, как снежный ком, и в конце концов превратится в сокрушительное цунами. Последствия, казалось бы, незначительных поступков зачастую скрыты, неожиданны, поэтому их попросту не принимают в расчет. Таков эффект бабочки или кругов на воде, и хотя его проще наблюдать в иных ситуациях, очень важно понимать этот термин в контексте уверенности. Отсутствие уверенности, то есть недоверия к себе, имеет далеко идущие последствия, которых вы, возможно, даже и не осознаете. Но они проникают в самые потаенные уголки вашей жизни. Малое зернышко неуверенности может расти и шириться, так что, в конце концов, вы сами себя не узнаете в зеркале. Неуверенность влияет на ваше мироощущение всегда и везде, а не только, когда вы участвуете в нетворкинге или приходите на день рождения. Это не просто некая вещь, мешающая пойти на вечеринку или поговорить с незнакомцем. Это история длиною жизни, которую вы рассказываете о себе с самых юных лет. И она влияет на все ваши мысленные установки. И эти, казалось бы, несерьезные мысли и чувства весьма любопытным образом превращаются в самоисполняющееся пророчество. Все может начинаться неуловимо, на грани восприятия, но в действительности очень конкретно проявляется в тех выборах, которые мы делаем или не делаем, и в тех личностях, которыми мы становимся. Самый лучший способ понять воздействие неуверенности – это сравнить убеждения, которые оно вызывает, с убеждениями уверенных в себе людей. Если хорошенько выяснить, на что похоже состояние, когда неуверенность и тревожность не парализуют нас, то можно получить неплохое представление о том, с чего начать собственное путешествие к высокой самооценке. Вероятно, первое, что тут нужно предпринять, это в самом деле поверить, что вы тоже можете стать одним из таких бесстрашных людей. Те, кому свойственна высокая самооценка и уверенность в себе, примут почти все, что будет сказано далее, как должное. Почему бы нет? А вы? Может показаться, что у них низкие упрощенные ожидания, но именно здесь и проходит разделительная черта. Это и есть те самые крошечные крылышки бабочки, которые в итоге порождают цунами. Люди, уверенно ощущающие себя в социуме, изначально ожидают, что он их примет. Встречаясь с незнакомыми людьми, они уверены, что произведут хорошее впечатление. Поэтому их не сковывает и не превращает в дрожащее желе страх и негативные оценки со стороны окружающих. Они считают вполне естественным, что люди позитивно на них реагируют, сталкиваясь с той или иной ситуацией. Они никогда не начинают с мысли «А что, если я не понравлюсь?» Вместо этого они заявляют себе «Надеюсь, они мне понравятся». У них в организме вырабатывается тот же адреналин, когда они встречают незнакомцев. Только их адреналин вызывает возбуждение. А у других, неуверенных, тревожность. Вместо страха они испытывают спокойный интерес и любопытство. Это превращает встречу с чем-то новым в возможность приобретения, а не минное поле, где нужно просчитывать каждый шаг или вообще обходить его стороной. Социально уверенные люди оценивают себя в позитивном ключе. Частично тут играет роль то, как они разговаривают сами с собой, а частично их позитивное самовосприятие. Что это значит? Социально уверенные люди испытывают воодушевление. Они позитивно не принимают себя. Но они позволяют себе не быть перфекционистами и не слишком сильно себя укоряют, если у них что-то не получается. Еще они оценивают свои социальные способности по позитивной шкале. Если у них все получается, это в порядке вещей, они этого ожидают. Если дела идут плохо, это просто случайность, исключение из правил, из которого можно извлечь урок. Они не позволяют давить на себя единичным ситуациям, которые, как им известно, не отражают по-настоящему их достоинств. Они о себе высокого мнения, судят здраво и не страшатся постоянного осуждения. Социально уверенные люди способны выдержать критику. Критика их не сгибает в баранирок. Смотри предыдущий пункт. Уверенные люди учатся раскладывать критику по полочкам и осознавать ее истинные цели. Они не принимают ее на личный счет, поэтому не разражаются бурными эмоциями. Не считают критику нападением, по крайней мере, насколько это возможно. Ведь они тоже люди. Их самовосприятие не меняется, подобно приливам и отливам, из-за единственного критического, хотя бы уничижительного замечания. Последние не ставят под сомнение смысл их существования. Они знают себе цену, даже если в одной единственной области не справились. Они не боятся, что критика подтвердит жестокую истину о том, чего они пытались избежать. На самом деле, они даже приветствуют критику, поскольку считают ее стимулом к совершенствованию, который приведет их в лучшее будущее. Социально уверенные люди комфортно ощущают себя рядом с вышестоящими. Придумайте сами определение слова «вышестоящий». Кто-то, кто красивее, кто выглядит атлетичнее, кто поднялся выше по карьерной лестнице, кто просто привлекательнее и более компанейская личность, чем вы. Социально уверенные люди не чувствуют от этого дискомфорта, поскольку не видят здесь для себя угрозы и не боятся, что достоинства других людей высветят их недостатки и уязвимые места. Их не угнетают призраки постоянного ощущения неловкости и отверженности. Они признают таланты и триумфы других, потому что знают, что чужие достижения не умоляют и не должны демотивировать их собственные. Они знают, что мир не требует, чтобы кто-то потерял для того, чтобы другой приобрел. В действительности они стремятся проводить время в обществе вышестоящих, поскольку знают, это ключ к тому, чтобы что-то узнать и усовершенствоваться, а вовсе не угроза разоблачения их недостатков. Они могут конкурировать, но не подчиняться. Иначе говоря, они понимают, что по большому счету люди всего лишь люди, и даже если один в чем-то превосходит другого, то в чем-то обязательно уступает. А вы принимаете подобные простые аспекты взаимодействия с другими людьми как данность? А как люди, которым не достает уверенности, общаются с миром? Неуверенные люди ожидают, что их отвергнут. Еще не столкнувшись ситуации, они в глубине души или скорее рассудка уже предвидят провал. Похоже, они заранее настроены против самих себя. Сами себя презирают и просто ждут, когда реальность подтвердит их оценку. Ждут намеков на то, что людям с ними неинтересно или скучно. Они дважды подумают, прежде чем что-то сказать. Они сами свои самые суровые цензуры. У них уже плохая репутация в собственных глазах. Они уже считают, что обязательно выставят себя в идиотском свете, поэтому ожидают наихудшего сценария. Это отражается выражение лица в языке тела и действительно вызывают у людей негативную реакцию. Они сами воплощают в жизнь эти плохие сценарии, потому что не позволяют себе открыться другим людям, дабы не оказаться в уязвимом положении. Ожидая, что вас отвергнут, вы ощущаете беспомощность, мол, что бы вы ни сделали, все будет напрасно. Представьте себе, как меняется поза человека, ожидающего удара, а теперь вы образите себе психологический эквивалент. Правда, вы внутренне съеживаетесь и трепещете, потому что на некоем уровне всегда ждете, что вас ударят. Хуже того, при таких чувствах мало что можно предпринять в целях самозащиты, и вы, естественно, пытаетесь уклониться от воспринимаемой угрозы. Начинает казаться, что вы навлекаете на себя больше неприятностей, чем заслуживаете. Следуя данной логике, зачем вы вообще выходите из дома, нарываясь на неприятности? Вы ощущаете безнадежность и замираете на месте, чтобы негатив обошел вас стороной. Неуверенные люди оценивают себя в негативном ключе. По родительному контрасту социально уверенными личностями, люди неуверенные оценивают себя негативно с самого начала. Они просто не верят в себя и свои способности. Если дела идут хорошо, они считают это неестественной случайностью. Они шокированы и не верят, что белая полоса продлится долго. Ожидают худшего и зачастую это худшее получают, как и ожидали. Для них нет возможностей, только неудачи и провалы, а в итоге веревка, на которой можно с успехом повеситься. Неуверенные люди сгибаются под шквалом критики. Критика их вечный кошмар. Внешне, возможно, они принимают бой и выглядят готовыми к обороне. Но в глубине души чувствуют, что критика гарантирована и заслужена. Их худшие страхи всегда оправдываются, даже если критика мягкая или вообще к ним не относится. Их самовосприятие всегда висит на волоске, так что даже самая незначительная критика может этот волосок оборвать, ввергнув в бездну негатива. Эта трещина в броне отлично представляет всю их ценность как представителей людского рода. Любые недостатки, которые они пытаются скрыть, критика обязательно вынесет на свет Божий. И тогда им придется встать лицом к лицу суровой реальностью своего ничтожества. Неуверенные люди избегают привлекать к себе внимания и делают все возможное, чтобы избежать негативных откликов, которые только подтвердят их наихудшие страхи. Неуверенные люди ужасно некомфортно себя чувствуют рядом с вышестоящими. Тех, кто в чем-то их выше, они расценивают как угрозу, которую в равной мере подогревает ревность, зависть и взгляд на социальные ситуации как на игру с нулевой суммой. Победитель только один, а все остальные проигрывают, включая их самих. Они чувствуют, будто их поглотило торнадо, а если рядом оказывается кто-то с более высоким положением в социуме. Люди с низким уровнем уверенности не только постоянно ощущают, будто их оценивают. Первые лица все время напоминают о том, чего сами они никогда не получат, кем никогда не станут. Более того, они сравнивают себя с вышестоящими, высвечивая все собственные недостатки. Представьте в качестве яркого примера человека маленького роста, который покупает огромный автомобиль, чтобы замаскировать собственную несостоятельность. Неуверенность может уходить корнями очень глубоко. То, что может показаться относительно скромным, недостатком, в конечном итоге определяет, как человек проживает жизнь. Поскольку вами движет страх, вы как бы на песке очерчиваете вокруг себя границу, и она определяет, до какого предела вы можете дойти, насколько продвинуться, что стоит усилий, а что нет. Идет время, и этот рукотворный круг способностей, компетенции, уверенности в себе начинает осыпаться, рушиться и сжиматься. И вот вы в ловушке. Если вы останетесь там, где есть, то окажетесь, используя еще одну метафору, в запертой тюремной камере, которая быстро заполняется водой. Оставаться в ней нельзя, но вы не можете убежать от своей социальной тревожности и страхов. Нужно действовать. А если вы не изменитесь, не изменится ничего. Вы сами запираете себя в тюрьме за невидимой решеткой. Вы можете делать все, что хотите, но выбираете не делать ничего из-за этих невидимых стен, стен, которые никто, в том числе другие люди, не создавали для вас. Вы выстроили их сами. Никакие злобные великаны не держат вас на коленях, только вы сами. Таков эффект бабочки. Вы соприкасаетесь с людьми на работе, по соседству, идя в магазин за продуктами или в кафе выпить чашечку кофе. Так происходит каждый день. Как бы вы отнеслись к себе сами, возможно, вы считаете, что немного теряете, не общаясь с ними. Но если добавить и сложить вместе все эти взаимодействия, которые вы упускаете, то ваши дни расцветут буйным цветом ненужности.